Ветер стал причиной опоздания сочинских поездов. На контактную сеть упала кровля пирса. Сразу два автомобильных участка встали на ремонт. Движение ограничено на Кудепстинском мосту и в Мацестинском тоннеле. Как ездить целый год? В Сочи зашли красивейшие корабли. Курорт принял черноморскую регату больших парусников. 13-я школа готовится отметить юбилей. Здесь уже проводят экскурсии и ждут повзрослевших выпускников. Спортивные площадки появятся в парках и скверах каждого района Кубани. Такую задачу сегодня поставил Вениамин Кондратьев. Глава региона провел совещание по развитию спорта в Краснодарском крае по мнению губернатора. Условия для занятий физкультурой необходимо создавать не только в городах, но и в небольших станицах и поселках. Чтобы спорт был в шаговой доступности, нужно увеличить количество воркаут-площадок, а также продлить график работы школьных спортзалов. Для меня первая задача главы муниципальных образований – имеющуюся спортивную инфраструктуру держать открытой как минимум 21.00, чтобы дети, которые живут вокруг этих школ, где есть спортзалы, имели возможность прийти в эту школу, в спортзал, даже вечером, в неурочное время. Имеющуюся спортивную инфраструктуру давайте использовать на все 100%, и даже больше. И создадим в том, что вам по карману еще спортивные площадки открытого типа в парках, скверах. А дальше будет второй этап. Будем продолжать строить крытые уже спортивные комплексы, маленькие, большие. Это сегодня государственная задача. Так уже в следующем году Вениамин Кондразев поручил построить 20 малобюджетных спортивных залов. Заниматься физкультурой в каждом из них смогут как минимум 200-300 человек. В Крымске появится новый маршрут общественного транспорта. Такое распоряжение дал Вениамин Кондратьев. Глава региона провел личный прием граждан. Рассказать о проблемах приехали жители из нескольких районов Кубани. Подробнее наши краснодарские коллеги. Все чаще в приемную губернатора кубанцы приходят не с личными вопросами. Представляют проблемы улицы, микрорайона и даже целого города. Юрий Рощупкин вместе со своим соседом обращаются к главе региона от лица жителей станицы Октябрьской, Крыловского района. Там участок улицы Красногвардейской превратился в дорогу на выживание. Проезжая часть не шире пяти метров, рассказывают мужчины. Делить ее автомобилисты вынуждены с пешеходами. Тротуара там нет. И когда на улице появляется больше груз, то для пешего движения места просто не остается. Винимонович, машины, тонары, фуры, значит, три девочки на День России ищи на подготовку, на репетицию. У нас много в домах закопаны или столбы бетонные, или эти баллоны. Фура не вписывается, навстречу идет вторая машина, вылетает в его забор. Если бы не этот баллон закопанный, девочек бы не было, была бы трагедия. Больше всего жители беспокоят, что по этой дороге каждый день ходят в школу дети. Объездной путь для Камазов и фур есть, но дорога гравийная и открыта она только до зимнего сезона. Выслушав проблему, Вениамин Кондратьев поручает местным властям заасфальтировать проезжую часть и привести ее в порядок. Объездная дорога для большегрузов должна функционировать круглый год. Выполнить все работы возможно на условиях софинансирования из краевого бюджета, говорит губернатор. Для того, чтобы вступить в программу, нам необходимо сегодня чуть более трех миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации. Виталий Георгиевич, здесь нечего обсуждать, иначе это будет демагогия, а не решение. Они пришли за решением, они слушают наши отговорки и рассуждения. И люди здесь абсолютно правы. Я еще раз подчеркиваю, если бы наши дети шли так в школу и из школы по этой полосе препятствий, и мы не о знаниях думали, а вернутся ли они домой живые или дойдут ли они до школы, было бы совсем другое решение. Поручение записывайте, то есть вы 80% предусматриваете финансирование, деньги идут на Крыловской район, на кону жизнь детей. О проблеме своего квартала рассказывает и Вадим Аблясов. На встречу с губернатором он приехал из Крымска. Четыре года назад во время наводнения стихия разрушила пешеходный мост. Больше сотни домов бывшего хутора Красной фактически остались изолированными от города. Но пока идут работы по берегу укреплению, восстановить мост невозможно. Альтернативный же путь на несколько километров длиннее. Чтобы решить проблему, Вениамин Кондратьев предлагает создать дополнительный маршрут общественного транспорта, чтобы жители смогли добираться в центр города на автобусе. Они не могут оставаться в изоляции. Им сегодня необходимо сообщение о скрымском. Поэтому сделайте маршрутное сообщение и закройте проблему, что они живут, можно сказать, отрезанные или оторванные от большой жизни городской. А самое главное – от школы, от поликлиники. Потому что сегодня тоже им надо добираться. То есть я считаю, что если мы пустим маршрутное сообщение прямо до вашего хутора, то это сегодня решит проблему до того момента, пока мы не сделаем берегу укрепления. Я думаю, это решит. А вот жители Курганинска волнуются, что предстоящую зиму им придется снова топить свои дома дровами. В северо-западной части города слабое давление газа. Из-за этого частный сектор просто не подключает газопроводу. Если мимо наших населенных пунктов проходят трубопроводы высокого давления, а у нас по кубанской земле не проходят, а в кубанских селах, станицах и городах газа нет, то это абсурд. Или давления нет. Тогда зачем на это все нам нужно? Для кого мы это делаем? Для людей даже, в первую очередь, быть. Арсений Михайлович, вот какое здесь может быть решение по этому вопросу? Цена вопроса данного проекта где-то порядка 2 миллиона 714 миллионов тысяч. И мы планируем включить на тот год, на следующий год. Деньги у нас есть, вы программу нам деньги дали. И я думаю, что где-то апрель, май, крайний случай, июнь, эта работа будет выполнена. И данный населенный пункт будет с газом. Уже сегодня все ответы губернатора кубанцы привезут домой. Возвращение их в родные станицы и города ждут с нетерпением, рассказывают заявители. Сейчас позвоню, нас ждут там с результатом поездки в Краснодар. Я впервые столкнулся с таким высоким раном руководителя на прием. Человечность, спокойствие, такая деловая обстановка. Если будут какие-то вопросы, если они решаемы, то, конечно, без проблем буду писать. И дальше взаимопонимание есть у нас, поэтому власть нас слышит, надеюсь. Будем решать дальше. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Маскаленко, Алексей Комаров и Самир Гачаев. Кубань-24, Краснодар. Сегодня утром в начале 9-го на двухпутном участке железнодорожного перегона Адлер-Хоста пропало напряжение в контактной сети. Отключение произошло автоматически после падения на контактную сеть кровли пирса. Ее снесло ветром. Пропуск поездов на перегоне с утра был затруднен. Вон были задержаны пригородные поезда «Сочи-Роза-Хутор» и «Роза-Хутор-Сочи» на 45 минут и 42 минуты соответственно. Пассажирский поезд «Ростов-на-Дону-Адлер» прибыл с опозданием на 40 минут. Калининград-Адлер на 47 минут. Железнодорожники приняли все меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить неполадки. С полудня движение осуществляется в нормальном режиме. Сразу два автомобильных участка в Хостинском районе Сочи встали на ремонт. Движение транспортного потока ограничено на правом мосту через реку Кудепста и в Мацестинском тоннеле. Сроки ремонтных работ и организацию объездных путей сегодня обсуждали в городской администрации. Расскажет Татьяна Говоркова. Прекращение движения по ближнему к морю мосту через реку Кудепста связано с необходимостью замены деформационных швов. Эти конструкции, предназначенные для компенсации колебаний пролетов, не менялись еще с советских времен и выработали свой ресурс. А значит, оказывают негативное влияние на подвеску автомобилей. Откладывать ремонт уже невозможно. Так что до конца ноября сочинцам и жителям курорта придется смириться с неудобствами. Сейчас транспорт перенаправлен по левому мосту, на котором организовано двустороннее движение. Такая схема будет работать с 19 сентября по 20 ноября. Временно правый мост откроют в период проведения инновационного форума. Это с 29 сентября по 2 октября. По окончанию ремонтных работ на одном мосту начнется обновление второго. И движение транспорта будет организовано по аналогичной схеме. На время проведения дорожных работ по правой стороне участка Сухумское шоссе будут установлены знаки, запущающие остановку транспортных средств. Для исключения заторговых ситуаций. Всего будет заменено 27 деформационных швов. Полностью два моста. Полностью все деформационные швы подлежат за ней. Для водителей есть альтернативный путь объезда через Кудепсту. Правда, пока асфальтовое полотно там не идеальное. Федеральные дорожники пообещали произвести там ямочный ремонт к концу следующей недели. Если по данному участку временная организация движений понятна и сроки проведения ремонтных работ не такие большие, то ремонт Мацесинского тоннеля вызвал много вопросов. Пока он закрыт частично. В сторону Адлера транспорт движется по левой полосе. Но в ближайшее время движение автомобилей здесь будет запрещено. Причем это ограничение продлится до октября 2017 года. Мы не можем допустить того, чтобы тоннель был закрыт в курортный сезон. Нам нужно, чтобы он как максимум к 1 июня стал встроить. Мы будем выходить на министра транспорта Российской Федерации, на Соколова Максима Юрьевича, потому что нас это категорически не устраивает. Первый заместитель главы города выступил с предложением о пересмотре сроков сдачи объекта и минимизировании транспортных неудобств. Как заверили федеральные дорожники, работы будут выполняться круглосуточно. Время полного закрытия Мацисинского тоннеля пока точно неизвестно, но планируется оно в ближайшие дни. Потери в движении мы компенсируем организации новых направлений. Приходится переорганизовывать направления на противоположные в некоторых местах. Дублевые кожутные проспекты, кожа сочи. Поэтому я думаю, что вот этот оптимальный вариант даст нам возможность распределить транспортные потоки наиболее оптимально. На земничной транспортной развязке перейти движение в тоннель номер 2А короткий. Для этого придется демонтировать барьерное ограждение. Эта работа выполнится за один день. Согласно утвержденной временной схемы движения, на участке перед въездом водителей будут перенаправлять в объезд. Вправо по муниципальной дороге с последующим выездом на огражденный участок выделенной полосы курортного проспекта и дальнейшим возвращением потока в район оздоровительного комплекса «Спутник». Госавтоинспекция оставляет за собой право внесения корректировок уже на этапе эксплуатации в части, если будут образовываться какие-то заторовые ситуации. Дополнительно госавтоинспекция будет осуществлять контроль за местами производства работ в части, выставления технических средств организации дорожного движения. Но вот что касается общественного транспорта, то он уже ходит по новой временной схеме. Автобусы под номерами 2 и 122 уходят на объездную дорогу и выходят обратно на курортный проспект в районе стадиона. Дорожники еще рассматривают возможность движения автобусов по привычной схеме в целях улучшения обслуживания пассажиров. Ремонт транспортных объектов на этом не закончится. Планируется также провести работы в одном из крупнейших тоннелей Европы, известном как Мацестинский. Его протяженность составляет около 3 километров. Необходимо также обновить мосты через реки Псахе и Соченко, эстакады и подпорные стены на улице Пластунская. Сроки начала работ пока согласуются. Сочинский водоканал ограничит водоотведение своим должникам. Это связано с тем, что суммы задолженности за уже оказанные услуги достигли критических объемов. По состоянию на 20 сентября задолженность физических лиц перед Сочи водоканалом составляет порядка 338 миллионов рублей. С 26 сентября у абонентов из многоквартирных домов, имеющих просроченную задолженность выше 2000 рублей, будет ограничено водоотведение. Причем при погашении задолженности повторное подключение будет осуществляться за дополнительную плату 6818 рублей. Со списками должников и суммами задолженности абоненты могут ознакомиться в отделе расчетов. Телефоны указаны ниже. При этом предприятие готово идти навстречу абонентам и заключить с ними соглашение о рассрочке. В Сочи зашли красивейшие корабли. Курорт принял черноморскую регату больших парусников. Впервые она проходила в акватории Черного моря в мае 2014. И похоже проведение этого крупного и очень зрелищного мероприятия становится для Сочи традицией. Репортаж Ольги Десятовой. Первые паруса Сочи сегодня встречал рано утром. Они прибыли из Новороссийска. Причем корабли не просто совершили переход из порта в порт, как это было на регате два года назад. Впервые между двумя российскими городами состоялась полноценная гонка, которой способствовал хороший ветер. Не дошел только парусник Надежда. Со сломанной мачтой он пока в Эмеретинке. Все эти фантастические корабли можно не только осмотреть снаружи, но и детально изучить изнутри. И даже пообщаться с капитаном или членами экипажей. В рамках регаты организованы специальные бесплатные экскурсии для всех желающих. При себе нужно иметь только паспорт. Вот, например, сейчас мы находимся на судне под названием «Мир». Оно считается самым быстроходным фрегатом планеты. Более того, «Мир» выиграл более 20 крупнейших гонок. А еще в Сочи прибыл легендарный Крузенштерн, который в этом году отметил 90-летие. Херсонес, Надежда – всего 14 парусников из пяти стран. Румыния, Болгария, Испания, Польша и России. На их борту более 700 курсантов. Как говорят организаторы регаты, ничто так не воспитывает молодого моряка, как работа на парусном судне. В этой регате запрещено использовать двигатели. Управление кораблем сводится к тем же умениям, что и сотни лет назад. Именно в таких гонках воспитываются настоящие офицеры. Главное, чтобы они узнали, что такое море. На борту наших парусников почти 500 курсантов. Это будущее нашего флота. И они хоть с борта судна напрямую лицом к лицу встретились с волнами, с ветром, с трудностями. Теперь и знают, что такое море. Но если для курсантов регата – это в первую очередь состязание, то для города большой праздник. Сегодня на северном Малумурпорте официально открыли морскую деревню. Там в дни регаты будут проходить выставки, спортивные соревнования, фестивали, концерты и многое другое. Первыми эмоциями организаторы регаты поделились на пресс-конференции на борту судна «Мир». От Сочинской гавани да и от города вообще организаторы регаты, как и два года назад, в восторге. Нашу регату мы проводим уже 60 лет. Ее задача – объединять людей из разных стран, людей разных культур. И все мы помним, что два года назад мы были здесь, в Сочи. И уже тогда мы поняли, что это гостеприимный город. Нам очень важно мотивировать, прославлять наше морское дело. И, конечно, главная задача любого морского города, особенно такого, как Новороссийск, как город Сочи – это делать все, чтобы наши дети могли на самом деле прикоснуться к святым, тем парусникам, которые там прошли большие походы. Увидеть корабли во всей своей красе жители и гости Сочи смогут 25 сентября. В этот день состоится парад парусов. Ну а после парусная флотилия начнет завершающую гонку до Варны. В Сочи от гриппа прибьют 80 тысяч детей. На сегодняшний день вакцину от этого инфекционного заболевания уже получили более 30 тысяч сочинских малышей и школьников. Последние эту процедуру проходят непосредственно в образовательных учреждениях, но только лишь с согласия родителей. Гриппол Плюс и Ультрикс – эти две вакцины предназначены для вакцинации дошколят и школьников. Именно они на 80 и даже 90 процентов предохраняют детей от вируса гриппа, отмечают в Управлении здравоохранения города. В школах, как и во всех сочинских поликлиниках, прививочная кампания стартовала в конце августа. Все это время кабинет педиатра 22 лицея работает в непрерывном режиме. Здесь ребят полностью осматривают, измеряют температуру и прививают, но только в случае, если у ребенка нет признаков заболевания. Глазки заболели? Нет. Глазки у тебя больные, конъюнктивит. Маме скажи, чтобы глазки надо лечить срочно. Нет, тебе нельзя делать прививочку. Все, я тебя отстраняю от прививочки. Согласие на прививку родителей этой школьницы у врача имеется, поэтому вакцинацию девочка пройдет после полного выздоровления. Есть такие родители, которые отказываются от вакцины гриппа, ставя на первый план то, что эта прививка не дает пользы ребенку, они не верят в эту прививку и боятся осложнений. Но на самом деле противогриппозные вакцины, они нового поколения, они безопасны, они не дают осложнений. Через две недели после прививки появляется стойкий иммунитет. В этом году, отмечают врачи и сами педагоги, процент согласия родителей на прививку от гриппа заметно вырос, что говорит об ответственности взрослых за здоровье своих детей. Определенную роль сыграли и информационные беседы в рамках родительских собраний. Есть определенное количество ребят, которые заболевают и не посещают школу достаточно длительное время. Такое бывает сезонно каждый год. Стараемся все-таки проводить профилактические мероприятия различные, одно из которых как раз прививочная кампания. Ну и в дальнейшем это и витаминизация, и санобработка специализированная. Но тем не менее проблема это есть, и чтобы решить в полной мере, конечно, качественное проведение прививочной кампании очень важно. Для школьников медики используют вакцину Ультрикс. Ее в Сочи более 25 тысяч. На 2 тысячи больше Гриппола Плюс. Им прививают малышей от 6 месяцев до 7 лет. При необходимости вакцины приобретут еще. Прививочная кампания продлится до середины ноября. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Школа номер 13 готовится отметить 60-летний юбилей. 23 сентября состоится большой праздник с участием выпускников прошлых лет и нынешних учеников. Пока ребята знакомятся с историей своей школы. Вот такую мини-экскурсию провели сегодня сами ученики-старшеклассники Давид Молхосян и Белла Хапиштова. События 2014 года теперь тоже в исторической летописи школы. Если говорить о спорте, нельзя не упомянуть знаменитую Олимпиаду 2014 года, во время которой преподаватели наших многих и учащихся старших классов были задействованы в волонтерском движении. И трое из наших преподавателей, это Милканьяна Рита Ивановна, вот она, Грошева Надежда Витальевна и Корсунова Ольга Георгиевна, были награждены памятными наградами президентами Российской Федерации. Пятиклассникам также рассказали, что школа номер 13 на 400 мест была построена в 1956 году. Потом ее достраивали, поскольку в Сочи увеличивалась рождаемость, и мест здесь уже не хватало. Собственно, и сейчас классы только расширяются. В этом году 160 новичков. Добавился еще один первый класс, теперь их пять. Первый директор, Теряев Евгений Александрович, который возглавил это образовательное учреждение, заложил основы тех традиций, которые сложились у нас в школе. Самая главная традиция, которой остался уверен директор школы, возглавлявший ее 29 лет, это воспитание и образование. Это неразделимо, считает Борис Гагин. Как результат, тысячи выпускников, которые где бы ни жили, не забывают про своих учителей. Их приглашают в эту пятницу в 16 часов на юбилейные мероприятия. Мы решили провести его по-семейному, пригласить учителей, которые работали в нашей школе, и выпускников школы, и в первую очередь, конечно, выпускников тех первых лет, когда открылась школа. Сейчас в школе обучается 1400 школьников. Преподавательский состав немаленький – 70 человек. В этом году в коллектив влилось еще 13 предметников. Все они готовятся не в ущерб, конечно, урокам, к праздничным мероприятиям. А ученики, как и должно быть, строят планы на ближайшее будущее. У нас у ЕГЭ нужно готовиться, издавать много предметов. Но я думаю, что моя будущая жизнь будет связана с школой в плане помощи. Я собираюсь поступать на режиссуру телевидения, поэтому непосредственно хочу заниматься этим. И не посещать родную школу для меня невозможно. Я люблю ее безмерно. Вот, собственно, то, к чему всегда стремятся педагоги 13-й школы. Воспитать в детях любовь и уважение, стремление к самосовершенствованию и достижению намеченных целей. Длина Овсецина, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». И к другим новостям. В Сочи открылся фестиваль «Бархатный шансон». Песни, которые летом звучат почти из всех ресторанов на набережной, в этот раз жители и гости курорта смогли услышать в исполнении звезд шансона вживую. Открыл фестиваль народный артист России Александр Буйнов. Для него, как и для многих приглашенных певцов, «Бархатный шансон» – это не только возможность поделиться энергетикой с поклонниками, но и душевно пообщаться с друзьями и коллегами по цеху. Ведь из-за плотного гастрольного графика встретиться получается крайне редко. Фестиваль – это дом дружбы, получается. Это не конкурс, а это именно свободное общение. И так нам этого не хватает. Здесь мы общаемся, прикалываемся, анекдоты рассказываем, какие-то сценки жизни вспоминаем, разыгрываем. Раньше фестиваль всегда проходил за границей – в Греции, Турции, Испании. За 14-летнюю историю «Бархатный шансон» впервые решили провести в России. И выбор пал именно на Сочи. Я уверен, что организаторы не ошиблись, им понравится. Ну а для города это очередное продвижение. Это еще мотивация к тому, что надо приезжать в город Сочи, потому что здесь наряду с хорошим отдыхом, очень великолепным шопингом и вообще со всеми развлечениями можно еще увидеть то, чего не увидишь в своих городах никогда. В течение нескольких дней на сцене Летнего театра пройдут сольные концерты популярных шансонье Михаила Шуфутинского, Елены Ваенги, Сергея Трофимова и других. Завершится фестиваль «Бархатный шансон» галоконцертом 24 сентября. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...